Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами обсудим случай покраснения кожи лица у девушки. К нам обратилась девушка 27 лет, у которой наблюдалось покраснение кожи лица, наблюдалась достаточно давно, начиналась с приливов при резкой смене температуры, употребление алкоголя, употребление раздражающей пищи, и постепенно данная проблема становилась более постоянной. Такое покраснение, как вы видите, беспокоило девушку все больше и большее время, и она начала по совету драматологов в своем КВД употреблять различные гормональные мази, такие как адвантант, эвакон, сенофлан и т.д. Естественно, что они на время очень неплохо помогали. Однако затем это вызвало, если вы присмотритесь, такие появления белых точек внутри этого покраснения, более стойкие покраснения уже появились, они все меньше и меньше отвечали на эту терапию, поэтому она обратилась в нашу клинику. Это так называемая эпизодическая ритема или розоценный диатез, он появляется вследствие того, что это начальная стадия заболевания розация или розовых угрей, однако угрей мы здесь не видим, а видим сначала вот такое покраснение стойкой крови у лица, которое непосредственно обусловлено увеличением в объеме вену, то есть маленьких вен, которые имеют такое вот продольное прохождение под кожей непосредственно и они обуславливают такое покраснение. Плохо то, что при частом использовании гормональных мазей может быть атрофия кожи, которую мы и наблюдаем, хорошо, что это еще не такой далеко зашедший случай, и это может привести к так называемой стероидной розации. Что такое стероидная розация, вы можете посмотреть в отдельном видео на нашем канале. Что необходимо здесь сделать? Во-первых, отменить гормональные крема, это может вызвать обострение, однако сейчас есть препараты по типу протопика, по типу Элидела, которые могут несколько помочь в этом процессе. Второе, здесь очень хорошо помогает, как и в данном случае, массаж с жидким азотом, что и было проведено в данной девушке, натрия сульфат, внутривенный кальцийоглюканат, озон, никотиновая кислота, также в виде инъекций, сосудистые препараты. Очень хорошо помогают, кроме того, препараты изотретинаина, препараты тетрациклина, которые являются также препаратом выбора, кроме вышеозвученной терапии. В данной пациентке назначен изотретинаин в течение 10 недель, параллельно с инъекциями, параллельно с массажем жидким азотом, параллельно с рекомендацией непосредственно защиты фотозащиты, параллельно с разносмягчающими кремами и примочками с противовоспалительными травями по типу ромашки. Постепенно данное высыпание разрешилось примерно через 7-8 недель. Часто мы видим, можем видеть рецидивы небольшие, однако это уже такие вопросы косметики, которые назначаются. И при непосредственно таких стойких рецидивах рекомендуется повторные вышеуказанные курсы лечения. Поэтому самое главное нужно запомнить, что на лицо нельзя употреблять глюкокортикостероидные кремы и мазить даже короткое время они могут вызвать вышеуказанную трофею и появление стойкой ритема лица по типу стероидно-розаций, о чем вы можете посмотреть отдельное видео на нашем канале. При необходимости диагностики и лечения различных заболеваний кожи, кожных состояний, вы можете обратиться к дерматологам нашего медицинского центра Платы КВД в Москве. У нас прямо грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас на шепленке, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал Instagram. Спасибо за внимание.